Добрый день, меня зовут Андрей Биллионцев, я занимаюсь теории оптимизации программы статического анализа уже более 20 лет, и в сегодняшней лекции мы расскажем вам про основу статического анализа. Это технология исследования программы без ее запуска, которая изначально была придумана для того, чтобы участвовать в компиляции программы. Все оптимизации программы, которые проводятся, прежде всего исследуют программу на то, безопасна ли это оптимизация, и для этого применялись совершенно разнообразные алгоритмы статического анализа. По мере развития теории компиляции статический анализ стал применяться для значительно более широкого круга проблем, в частности, для исследования программ на поиск ошибок, для исследования структуры программ. И мы сфокусируемся на поиске ошибок в программах, расскажем о месте статического анализа среди других технологий, которые используются для поиска ошибок, расскажем о видах статического анализа, основных понятиях, которые используются при описании этой технологии. И на усложняющихся примерах кода рассмотрим, какие алгоритмы анализа нужны для того, чтобы находить ошибки в этих примерах кода. Существуют различные подходы к обнаружению ошибок. Первое, что приходит в голову, это экспертный подход, то есть код исследуется экспертами на предмет наличия ошибок. Это очень тудаемкий подход и требует программистов, аналитиков серьезной экспертизы. Конечно, очень просто пропустить ошибку при таком подходе, и большим программам он неприменим. Поэтому требуются некоторые автоматические подходы для обнаружения ошибок. Популярным таким подходом является динамический анализ. Видом динамического анализа является фазинг. При динамическом анализе программа запускается на некоторых входных данных и исследуется на предмет наличия ошибки. Если ошибка найдена, тогда пользователю сразу предъявляются входные данные, на которых она воспроизводится. Это очень удобно. Однако из-за того, что потенциальных входных данных в программе может быть бесконечно много, достаточно сложно построить эффективный динамический анализ, который будет исследовать большое количество входных данных. Потенциально это задача экспоненциальной сложности. И поэтому динамические анализы файзера масштабируются плохо. Они занимают много времени и требуют больших вычислительных ресурсов. Если перейти к методам исследования программ, которые не требуют запуска, то первым приходит в голову метод формальной инферкации программ. При этом методе в семантика программы и модель программы строится достаточно точно. И с помощью математических методов, которые используют техники доказательств, можно доказать, это его особенность, что в программе не содержится ошибка. Среди методов исследования программы, которые не требуют запуска, выделяется метод формальной инферкации программ. В этом методе очень точно строится модель программы и точно-точно описывается семантика программы. И с помощью математических доказательств можно показать с его применением, что программа не содержит ошибки. В этом его особенности и отличие от других методов. Тем не менее, требуется большая ручная работа для описания семантики программы, для задания окружения программы. И очень часто возникают ограничения в языке, на котором описана программа. Поэтому такой метод используется только для не очень больших программ в критически важных технологиях, например, в Avionic. Если сравнить с этим методом методы классического статического анализа, то в них используемые модели программ несколько более грубые. И они ставят себе целью анализировать программы без каких-либо подготовки со стороны программиста, со стороны пользователя. И они могут масштабироваться на программы больших размеров, то есть на программы в миллионы строк кода. За счет этого, по сравнению с методами формальной верификации, возникают пропущенные ошибки, то есть методы анализа статического могут не найти ошибку в программе, которая там находится, и возникает ложное срабатывание. То есть анализ может ложно рапортовать об ошибке. Как это происходит более подобно, мы рассмотрим дальше. Итак, статический анализ — это исследование программы без ее запуска. Из этого следуют как его преимущества, так и его недостатки. В преимущество записывается то, что статический анализ использует модель программы, которая описывает свои свойства сразу на многих путях выполнения. За счет этого достигается как масштабируемость анализа, о котором мы говорили, то есть мы исследуем программу сразу на многих путях выполнения, так и то, что мы можем найти ошибку, которая встречается на редких путях. В динамическом анализе, если мы не наблюдем на входные данные, которые проведут выполнение по редкому пути, то ошибка найдена не будет. Кроме того, мы можем исследовать неполную программу, в которой часть файлов присутствует, а часть нет. Для динамического анализа программа должна быть полной и должна иметь возможность запускаться. Но, однако, за эти преимущества статического анализа нужно чем-то платить. С театрической точки зрения эта плата заключается в стреме RISE, который говорит нам о том, что любое нейтрериальное свойство программы на сколько-нибудь сложной программе найти, к сожалению, невозможно максимально точно. То есть мы не можем построить анализатор, который не пропускает ни одной ошибки и не выдает никаких ложных срабатываний. Чем-то приходится жертвовать. Как это делать, мы с вами посмотрим дальше. Когда говорят о качестве статического анализа, часто используют термины ложное срабатывание, истинное срабатывание, по-английски false positive, false negative. Чтобы понимать о том, как работает анализ, нужно разобраться в том, что они значат. Ложным срабатыванием, часто говорят false positive или ошибка первого рода, это называется ситуация, когда анализатор выдал срабатывание, однако на самом деле ошибки в программе нет. И наоборот, пропуском ошибки или false negative по-английски или ошибкой второго рода, менее часто употребляемый термин, называют ситуацию, когда анализатор не нашел ошибку в программе, которая на самом деле там находится. Для оценки качества анализа нужно уметь подсчитывать количество ложных срабатываний и количество пропущенных ошибок. Но если с количеством ложных срабатываний особых проблем нету, достаточно вручную просмотреть вывод анализатора и оценить ложность либо истинность каждого данного предупреждения, то с пробочными ошибками такие проблемы есть, потому что требуется заранее знать о том, какие ошибки в программе есть, а это можно знать только если вы заранее подготовили тесты для анализа. Поэтому во всех научных статьях, во всех коммерческих документах, которыми сопровождаются статические анализаторы, обычно не делают заявление о том, какое количество ошибок пропускает анализатор. Заведомо это неизвестно. Чтобы оценить точность статического анализа нужно разбираться в терминах истинное срабатывание, ложное срабатывание и пропуск ошибки. Они указывают на полноту и качество анализа. Ложное срабатывание это ситуации, в которых анализатор выдал предупреждение, однако на самом деле в программе ошибки нет. Иначе такие ситуации называются false positive или ошибка первого рода. В свою очередь пропуск ошибки это false negative или ошибка второго рода. Это ситуация, когда статический анализатор не выдал ошибку в том месте, в котором он должен был ее выдать. Для того, чтобы понять качество статического анализатора нужно уметь оценивать доли истинных срабатываний, ложных срабатываний и пропусков ошибок. Итак, с помощью количества ложных срабатываний и количества пропущенных ошибок можно оценить полноту и точность анализа. Полнота это сколько реальных ошибок мы нашли, а точность это сколько ошибок мы пропустили. Из CRM RISE, про который мы уже говорили, следует, что мы не можем построить идеальный анализатор, который находит все ошибки и не допускает ложных срабатываний. В крайних случаях можем построить очень шумный анализатор, который выдает предупреждение на каждую подозрительную конструкцию в программе и таким образом он не пропускает ошибок, но выдает большое количество ложных срабатываний. Другая крайность это очень консервативный анализатор, который выдает ошибки только в том случае, когда он полностью уверен в той модели программы, которую он построил. В этом случае у нас не будет или почти не будет ложных срабатываний, но мы пропустим большое количество реальных ошибок. Искусство построения настоящих промышленных анализаторов заключается в том, что мы выставим компромисс между этими двумя крайностями, стараясь найти как можно больше ошибок и пропустить как можно меньше желательно незначимых ошибок. При этом должна сохраняться масштабируемость анализа, то есть эти свойства анализа должны сохраняться и когда мы анализируем программу в 10 тысяч строк кода, и когда мы анализируем большие программные системы в миллионы строк кода. Есть два популярных способа выставивания компромиссов между полнотой и точностью статического анализа, о которых мы говорили. В первом случае статический анализатор обычно применяется в жизненном цикле разработки программ, применяется регулярно и программисты отсматривают выданные предупреждения и удаляют ложные предупреждения, исправляют истинные. В таком случае большой процент туда программистов тратится на отсмотр предупреждений и требуется, чтобы анализатор выдавал как можно меньше ложных срабатываний. В таком случае анализатор старается не выдавать предупреждения, если есть какие-либо сомнения в том, что оно истинно выдавать только те предупреждения, в которых, согласно построенной модели программы, анализатор в достаточной степени уверен. Если же стоит другая задача, о том, что нужно найти критическую ошибку, которая может являться уязвимостью в программе, то там допускается большее ложных срабатываний, однако очень важно не пропустить реальную ошибку, не допускать пропусков ошибок. В таком случае используется немножко другая стратегия построения анализатора, и анализатор старается не выдавать ошибки, только если он уверен, что ошибки нет. Если есть вот какие-то подозрения в том, что ошибка есть, ошибка выдается. Таким образом, все промышленные анализаторы выставят компромисс между полнотой и точностью анализа, о которой мы говорили, по-своему. И поэтому типичная ситуация, которая представлена на слайде, это ситуация, в которой каждый анализатор ищет свои собственные ошибки, а пересечения между различными анализаторами достаточно мало. На слайде вы видите пример популярных промышленных анализаторов Covirty Clockwork, которые развиваются уже многие десятилетия, поэтому между ними достаточно много общего. Но в любом случае большое количество ошибок они находят сами по себе. Другой анализатор не находит ошибок, которые находит их конкурент. Если смотреть пересечение этих анализаторов с анализатором Infra от компании Facebook, который произошел недавно, то мы обнаружим, что это пересечение достаточно мало. Infra находит много своих собственных ошибок, но совершенно не повторяет ошибки, которые находят конкуренты. Поэтому устранение между различными промышленными анализаторами затруднено. Для того, чтобы построить статический анализ ищущей ошибки в программе, прежде всего, нам нужно разобраться с тем, что такое ошибка, дать какое-то ее определение того, что мы ищем, и потом на основе этого построить алгоритмы анализа, согласно этому определению, находящие ошибочные ситуации в построенной модели программы. К сожалению, мы не можем использовать непосредственное определение из динамического анализа, поскольку статический анализ не может достаточной точностью оценить свойства программы. У него нет входных данных, которые делают это простым для динамического анализа. Поэтому используются две частые стратегии. В первой описывается некоторых сценарий некорректного поведения программы. Эта сценария может описывать один путь выполнения или некоторую группу путей. И по данным статического анализа, если выполнение пошло по данному сценарию, то в программе обязательно есть ошибка. Эта сценария может включать в качестве разновидностей прохождение через какую-то конкретную точку программы, который неизбежно вылечил за собой ошибку, прохождение по некоторым пути выполнения или прохождение по пути с определенными входными данными от пользователя. Нам надо найти такие пути, такие данные или такую точку. В другой стратегии, стратегии неконсистентности в коде программы, используется мысль о том, что программисты не пишут некорректный или ненужный код. Поэтому если из написанного кода в программе можно вывести некоторые нестыковки, некоторые неконсистентности, некоторые противоречия друг другу утверждения, то, скорее всего, в этих участках программы есть ошибка. Рассмотрим два примера таких ошибочных сценариев. В первом примере кода, расположенном слева, вы видите пример сценария, в котором прохождение через некоторую точку в программе ведет к ошибке. Если в примере на коде мы посмотрим на строку 5 и выполнение пойдет через строку 5, то в строке 5 значение присваиваемого указателя равно 0, а потом на строке 8 этот указатель разуменуется. Таким образом, если управление попало в строку 5, то в строке 8 неизбежно произойдет ошибка разуменования 0 указателя. На втором примере, который находится справа, если управление пройдет по пути, проходящему через точки 5 и через точку 8, оба этих условия будут истинные, то тогда значение индекса, который используется для обращения к массиву, станет слишком большим. И в строке 10 у нас будет ошибка переполнения буфера. Важно заметить, что мы не гарантируем, что в реальном выполнении программы данная точка или данный путь будут пройдены с теми значениями, с которыми мы показываем на слайде. Важно, что на модели, которые доступны статическому анализу и на той информации, которая им доступна, при прохождении программы через эти точки этот путь, ошибка обязательно состоится. Теперь рассмотрим примеры неконсистентности в коде, который свидетельствует о наличии ошибки. Если мы посмотрим на пример кода слева на слайде, то мы увидим избыточное сравнение. Код на строке 2, он либо недостижим, в том случае, если код на строке 1 будет естественен, либо он не нужен, потому что он полностью дублит код на строке 1. А это неконсистентность, которая оказывает на то, что программист ошибся. Если же мы посмотрим на код, который справа, то мы увидим несколько вызовов функции getWay. Первые два вызова из трех этой функции проверяются на null, то есть возвращаемое значение указателя проверяется на некорректность. И только после этого значение разуменовывается. В третьем же случае значение разуменовывается без проверки. Это неконсистентность, потому что даже не зная проведения функции getWay, мы можем заключить, что либо его значение нужно проверять всегда, либо никогда. Эта неконсистентность указывает о наличии ошибки в коде, которая должна быть исправлена. Теперь поговорим об алгоритме статического анализа, которые нужны для того, чтобы находить одно типа ошибок. Интуитивно ясно, что чем сложнее ваша программа, чем более сложные конструкции в ней используется, тем больше разносторонних алгоритмов анализа нужно привлекать, чтобы разобраться в том, что же таки там происходит, и найти ошибку, которая там находится. А мы будем обсуждать эти алгоритмы на примере все более усложняющихся кусочков кода, которые содержат один и тот же тип ошибки. Это разуменование нулевого указателя, которое нам с вами уже встречалось в этих слайдах. Это ситуация, когда в указатель записывается некорректное значение, обычно это null, и потом разуменовывается, что приводит обычно к краху программы и отказу об обслуживании. На данном примере приведен самый простой кусочек кода. Указатель записывается null и немедленно разуменовывается. Никаких мешающих конструкций нету. Для того, чтобы находить такую ошибку, достаточно задать очень простой шаблон на исходном коде, и алгоритмы самых первых стадий компиляции, обычно алгоритм построения абстрактного синтактического идея уже могут найти данную ошибку. Следующий тип анализа — это потоковоучустительный анализ. Такой анализ вычисляет разную информацию для разных точек программы. На предыдущем примере нам это не нужно было, потому что во всех выполнениях программы информация была совершенно одинаковая. Указатель всегда равнялся null. Здесь же, если мы посмотрим на верхний пример тип 2, указатель сравнивается с null в точке 2 и потом немедленно разуменовывается. То есть в точке 3 всегда есть ошибка. Там указатель всегда равен null. Однако, например, в точке 4 указатель может иметь любое значение. И поэтому нам нужен анализ, который вычисляет информацию с учетом привязки к точке программы. Если мы посмотрим, например, ниже — это тип 3 — тип неконсистентных проверок. Мы обнаружим, что указатель сравнивается с null и потом разуменовывается. И в этой точке 3 указатель никогда не равен null, а далее у нас указатель разуменовывается без проверки на null. Это случай неконсистентности, которых мы тоже говорили. Либо указатель никогда не может быть равен null, но тогда проверка в точке 2 лишнее нужно удалить. Либо указатель может быть равен null, но в таком случае, в точке 5, указатель разуменовывается без проверки — это ошибка. В любом случае нам нужно уметь вычислять разную информацию в точках 3 и в точках 5, и это опять случай применения потокового чувствительного анализа. Следующий вид анализа — это чувствительный кусям анализ. Такой анализ вычисляет различную информацию в зависимости от того, по какому пути выполнения прошла программа. Если мы посмотрим на примеры кода на слайде, то мы увидим две функции, которые устроены одинаково. При некотором условии указатель присваивается null, а потом при некотором другом условии указатель разуменовывается. Поток и чувствительный анализ не может различить эти две ситуации. И в строке 5 и в строке 12 все, что он знает — это то, что значение указателя возможно может быть равно null, и тогда ошибка, возможно, есть. Но на самом деле в примере выше ошибки нет, поскольку в строках 3 и в строках 5 при сравнении указателя null и разуменования происходит под несовместными условиями. Применная x не может быть одновременно меньше и больше нуля, поэтому чувствительный к путям анализ в таком случае обнаружит несовместность условий и не выдаст ошибку. В примере же ниже при сравнении значения null указателя и разуменования происходит под совместными условиями, потому что x может быть больше нуля и меньше 7 одновременно. Чувствительный к путям анализ может различить эти две ситуации, тогда как потока чувствительного анализа недостаточно для того, чтобы в одном случае выдать ошибку, а в другом не выдать. До сих пор мы рассматривали фамиру кода, который вмещается в одну функцию. Однако в реальной жизни ошибки происходят на стыке между разными функциями, либо при вызове некоторых функций другими, через цепочки функций. Чтобы проследить информацию о программе и найти такую ошибку, нужен анализ, который называется межпроцедурным. Давайте посмотрим, например, кода, который есть на слайде. Справа увидите функцию cdrf, которая разуменовывает указатель, предварительно правильное условие. И две функции fu и bar, которые по-разному используют эту функцию. В первой ситуации функция fu, указатель сравнивается с null и разуменовывается. А потом вызывается функция cdrf. Это уже известный нам случай неконсистентной проверки на null. То есть мы видим, что сначала указатель был проверен на null и только после это разуменован, значит, он может быть равен null. Но функция cdrf указатель разуменовывается без проверки на null. Эту неконсистентность можно обнаружить только с использованием межпроцедурного анализа. В другом же случае, функции bar, указатель сравнивается с null и функция cdrf вызывается с указателем, который заведомо корректен. То есть он заведомо не равен null. Поэтому в этом случае ошибки не будет. Но опять же, чтобы найти такой случай, нам необходим ежпроцедурный анализ. Анализа, который мы рассмотрели на предыдущих слайдах, будет недостаточно. Давайте теперь посмотрим пример кода, показанный на рисунке. У нас есть структура с указательным полем, функция, параметром которой является указатель на данную структуру. И внутри функции необычная ситуация заключается в том, что к полю структуры обращаются двумя разными способами. Проверка указателя на null p стрелочка buff происходит через указатель p, а разменование поля структуры происходит через указатель q, который на самом деле то же самое, что и указатель p стрелочка buff. Это ситуация, которую мы сами уже видели. Ситуация разменования указатель после сравнения с null. То есть в этом коде непременно есть ошибка. Для того, чтобы ее найти, нужно понимать, что указатель p стрелочка buff и указатель q ссылаются на один и тот же участок памяти. Анализ, который определяет такие свойства программы, называется анализом псевдонимов или анализом илиасов. И важно знать, что этот анализ ротогонален ко всем другим типам анализа, которые мы уже рассмотрели. То есть нужно добавить этот анализ либо к межпроцедурному анализу, либо к анализу чувствительным путям, чтобы иметь возможность находить те же самые ошибки, но в ситуациях, когда одни и те же участки памяти именуются разными способами. Пример на слайде также связан со структурами. Мы видим описание структурного типа и в этой структуре есть указательное поле. В этот указатель записывается null в одной функции, а потом вызывается другая функция write, в которой этот указатель разменовывается. Мы уже знаем с вами, что это типичный случай разменования нулевого указателя после присваивания. И для поиска такой ошибки необходим межпроцедурный анализ. Однако в данном случае межпроцедурного анализа будет недостаточно, потому что нам нужно вычислить информацию не про отдельный настоящий указатель, а про указатель, который является частью другой объемлющей структуры. Если в структуре есть несколько указательных полей, то необходимо вычислять различную информацию о разных полях структуры. Анализ, который обладает таким свойством, называется чувствительным к полям анализом. И, как можно заметить, этот анализ также ротогонален ко всем предыдущим видам анализа. То есть анализ может быть межпроцедурным, может быть потокочувствительным, но необходимо добавить чувствительный к полям анализ для того, чтобы найти ошибку, схожую с тем, что показано на слайде. В предыдущих примерах кода нас интересовало только то, равен ли указатель null или нет. Точное значение указателя нас интересовало. Однако есть типы ошибок, в которых отслеживание значений переменных требуется проводить более точно. В примере, указанном на слайде, у нас есть функция, у которой есть один параметр без знакового типа. То есть переменная i внутри функции заведомо не меньше нуля. После сравнения переменной со 100, мы знаем, что и немедленный выход из функции, мы знаем, что далее переменная лежит в границах от 0 до 99. После присваивания переменной x значения i плюс 5, мы знаем, что x лежит в границах от 5 до 44. И поэтому использование переменной x как индекса массива размером 100 является ошибкой. Для того, чтобы установить такую ошибку, нам нужно отслеживать значения переменных более точно, хотя бы как интервалы. Есть и более точные алгоритмы, которые позволяют устанавливать точную связь между переменами, они также могут использоваться для поиска схожего типа ошибок. В реальных программах одной из самых часто используемых конструкций являются циклы. В коде на слайде у нас имеется цикл от 0 до 100. На каждой трассе этого цикла вызывается функция Check с незетным нам поведением. Если хотя бы однажды эта функция вернет истинное значение, то произойдет медленный выход из цикла. Тогда переменная i окажется меньше 100 и ее будет безопасно использовать для индексации массива размером 100. Если же эта функция ни разу не вернула истинное значение, то выход из цикла ранний не произойдет. После окончания цикла у нас переменная i будет равна 100 и в программе произойдет ошибка. Для того, чтобы найти эту ошибку, нужно семейство алгоритмов, которые определить структуру цикла, определить границы итерации цикла, посчитать значения возможные переменных до начала цикла и после окончания цикла. Такие алгоритмы называются алгоритмами анализа циклов. Они также ротогональны остальным типам анализа, и их применение совершенно необходимо для поиска реальных ошибок в промышленных программах. На коде, который представлен на слайде, мы видим типичную ситуацию разминувания указателя после сравнения его с NAL. Однако в данном случае после того, как указатель сравнивается с NAL, вызывается функция, которая завершает выполнение программы. Следовательно, на самом деле ошибки при заменении указателя не будет, поскольку если указатель окажется равен NAL, то программа досрочно завершится. Имеющиеся типы анализа для нас не могут отсеять такое ложное срабатывание, поскольку статический анализ предполагает, что все пути через программу являются выполнимыми. Если возникает недостижимый код, ход работы алгоритмов анализа нарушается. Для того, чтобы повысить точность анализа и отсеивать такие ложные срабатывания, необходимо предоставить статическому анализу информацию обо всех функциях, которые досрочно завершают выполнение программы, а также выполнять другие алгоритмы анализа, которые покажут нам на то, что некоторые пути через программу недостижимы. Таким образом, этот тип анализа совершенно необходим для повышения точности. Мы сами рассмотрели различные виды алгоритмов анализа. Более подробно о том, как устроен статический анализатор, о том, как анализы делятся на уровни и о том, как эти анализы взаимодействуют между собой, мы рассмотрим в следующей лекции. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok